Для экзамена нам нужно знать базис по УЗИ легких, нужно знать как выглядят легкие в норме и несколько синдромов, которые мы сейчас перечислим. Давайте посмотрим, что нужно знать вообще, как должно выглядеть легкое в норме, когда мы прикладываем датчик. Соответственно, так как ультразвук не проходит через кости и хрящи, то вот это вот это ребра, которые срез как бы поперек, и они будут давать нам акустическую тень. Темные полоски после ребер, это акустическая тень. А вот здесь ультразвук проходит. И первое, что мы должны увидеть, это листки плевры. Париетальный и висцеральный. Это такая гиперэхогенная линия между ребрами. И вот эта линия, она еще дает артефакт. Она дает артефакт, который называется линией А. Это вот эти вот линии, которые повторяются с определенным, на определенном промежутке и с равными интервалами. Этот интервал, он равен расстоянию от кожи до листков плевры. Соответственно, вот этот артефакт, он должен находиться в норме. Если мы его не видим, соответственно, это плохо. Кроме того, мы можем увидеть Б-линии. Б-линии, они обнаруживаются и при норме, и при патологии. Б-линии, это на самом деле отражение ультразвука от смеси газа и жидкости. Откуда смесь газа и жидкости? Ну, так как мы смотрим легкие, то там находятся альвеолы и где-то, где-то мы видим, грубо говоря, что-то заполненное жидкостью, а где-то мы видим альвеолы, заполненные газом. И в норме, вот в одном межребренном промежутке, мы можем увидеть до трех Б-линий. Если этих линий, вот здесь они представлены более ярко, да, просто для наглядности, на самом деле, конечно, они не так ярко выражены. Вот здесь вы можете посмотреть другой вариант, в данном случае вот эта тень от ребер, да, и это вот один межреберный промежуток. И здесь, соответственно, мы видим несколько Б-линий. Если Б-линий более трех, то, соответственно, большое количество альвеолы заполнены жидкостью и больше происходит отражение ультразвука. То есть это свидетельствует о патологии. И, наконец, еще один признак, который мы обязательно увидим. Когда пациент дышит, то листки плеврой, париетальной и вестеральной, они движутся между собой относительно друг друга, и мы должны увидеть это скольжение. Оно будет выглядеть вот так. Это очень хорошо видно, поэтому беспокоится, не надо, что вы его не увидите. Следующее. Кроме обычного режима есть так называемый M-режим, motion, движение. В этом режиме мы должны увидеть в норме так называемый признак морского берега. У себя сразу ассоциацию в голове устанавливаем, да, что морской берег, рай, то есть все хорошо, спокойствие. То есть вот эта картинка, эта картинка в норме. Почему морской берег? Потому что вот это вот как бы волны, а дальше идет изрытый песок. Вот можно посмотреть на эту картинку, да, то есть волны прямые, а потом изрытый песок. Вот эта картинка нашего рая, это легкие в M-режиме в норме. Почему так происходит? Потому что вот здесь уже происходит неравномерное как бы отражение ультразвука, да, от структур легкого. Вот здесь до этого были там мышцы кожи и так далее, и здесь ничего не происходит. А вот здесь вот происходит, здесь альвеолы и плюс движение за счет дыхания. Поэтому мы видим такую картинку, как изрытый песок. Это норма. Теперь мы рассмотрим основные четыре признака, которые мы должны знать на зубок и для того, чтобы сдать экзамен. Это пневмоторакс, плевральный выпад, интерстициальный синдром и консолидация. В принципе, сложности особо не представляет. Давайте посмотрим. Самый сложный, наверное, из всех четырех, это пневмоторакс. Что такое пневмоторакс? Это когда между листками плевры, париетальной и висцеральной, есть газ. Где его искать? Ну, так как это газ, то он, естественно, будет на, он будет легче и его надо искать на передней поверхности. Когда у нас пациент лежит на спине, то на передней поверхности, на третьем, четвертом межребре на промежутке мы ищем, соответственно, этот феномен. Так как ультразвук не проходит через воздух, то, соответственно, у нас не будет типичной картинки, которую мы должны увидеть. Мы не увидим скольжение плевры, потому что одна плевра будет отделена воздухом от другой плевры. Вот, грубо говоря, вот здесь вы можете это увидеть, да, то есть у нас осталась париетальная плевра, а висцеральную мы не увидим. Скольжения, естественно, никакого не будет. Не будет а-линий, потому что а-линий как раз это тот артефакт, который нам дает два листка, совмещенные вместе, да, то есть вот эти горизонтальные линии, которые мы должны видеть вместе. И еще есть такой феномен, так называемая точка легкого. Что такое точка легкого? Это там, где, грубо говоря, начинается этот пневмоторакс. То есть вот здесь вы еще видите два листка плевры, вы видите всю норму, а вот здесь картинка стирается, потому что дальше начинается пневмоторакс. Ультразвук не проходит в этой области и дальше у вас картинка вся исчезает, портится. Вот эта вот точка на разделе того, что вы можете видеть и не можете видеть, это и называется точка легкого. Здесь вы легкое видите, здесь вы легкое не видите. Что еще можно посмотреть? Опять же, возвращаемся в М-режим. Наш рай исчезает, наше море, наш песчаный пляж исчезают, и мы видим так называемый признак стратосферы. Стратосфера, ну, грубо говоря, да, то есть разные слои атмосферы и так далее. Или же его еще называют признаком штрих-кода. Вот эта вот картинка больше напоминает штрих-код. Ну, как больше кому нравится, главное, чтобы вы запомнили, что если вы видите сплошные такие линии, и вам могут на экзамене как раз дать такую картинку, то вы или сказать, например, написать, что в М-режиме обнаружен признак стратосферы. Вы должны знать, что стратосфера это не норма. Норма это песчаный пляж. Следующий феномен, следующая патология это плевральный выпад. Плевральный выпад это когда между листками плевры, паритальной висцеральной будет жидкость. Вот жидкость, ультразвук проходит. Но он как ее проходит? На разделе сред, опять же. Ультразвук будет отражаться сильнее. Он отражается на разделе сред. И поэтому мы сначала увидим анахогенный темный участок, а за этим участком, наоборот, усиление хогенности. То есть это не уплотнение, как вы могли бы подумать, а это просто усиление сигнала за счет того, что он прошел через жидкость. И так называемый признак четырехугольника. Почему признак четырехугольника при плевральном выпаде? Мы видим вот этот анахогенный темный участок, который ограничен справа и слева тенями от ребер. То есть вот тут у нас ребра, которые дают нам тень. А сверху и снизу он будет ограничен листками плевры. Листки плевры. Что же мы увидим в М-режиме? В М-режиме так называемый признак синусоиды или позвоночника его еще называют. Почему так? Дело в том, что пациент будет дышать во время, естественно, режим движения. Поэтому в М-режиме мы увидим, как на вдохе линия легкого будет двигаться к плевральной линии и, соответственно, будет какое-то приближение, а потом, наоборот, отдаление. Вот это мы увидим в виде синусоиды. Интерстициальный синдром. Как его объяснить? Так как ультразвук, опять же, отражается от смеси газа и жидкости, да, и таким образом появляются В-линии, то если жидкости в альвеолах будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться количество альвеол, заполненных жидкостью, то будет увеличиваться количество В-линий, будет увеличиваться отражение ультразвука, усиляться. Соответственно, если мы в одном межреберном промежутке будем видеть более трех В-линий, то это как раз интерстициальный синдром. А-линии, в свою очередь, практически исчезают. Напомню, А-линии это горизонтальные, да, которые повторяют листки, два листка плевры. И последняя консолидация, с ней проблем обычно не возникает. Там очень хорошо видно, когда вы доходите до этого участка легкого, где происходит какой-то патологический процесс, да, изменение ткани легкого. Соответственно, будет изменение и, как бы, вот этой структуры на УЗИ. Его еще называют гипотизация легкого, то есть ткань легкого будет напоминать более плотную ткань печени, потому что там нету вот этих вот заполненных газом альвеол. И что будет происходить с В-линиями? Опять же, В-линии это за счет отражения ультразвука от газов, от жидкости и газов, да, то есть вот это вот перепады, то в месте гипотизации, вот этой консолидации, этих В-линий мы не увидим. Но зато в другом месте, как бы, В-линии мы увидим достаточно хорошо. И поэтому сравнение двух участков, как бы, неравномерное распределение, вот здесь вот В-линий столько-то, а вот здесь вот В-линий практически нету или отсутствует. Нам будет, опять же, говорить о феномене консолидации. Вот эти все четыре нужно знать хорошо и примерно представлять себе, как могут выглядеть картиночки и знать их отличия в M-motion режиме.